всем привет вы на канале для диваня сегодня я хочу поговорить на такую тему кому подойдет шарпей вот кому следует брать а кому не следует брать потому что шарпей вот когда маленький он такой весь морщинистый такой лапочкой кажется но когда вырастает все совершенно меняется по-другому и вот что хотелось бы сказать шарпей шарпея надо брать молодым или такие не сильно старым и выносливым сильным людям почему потому что шарпей вырастает и становится сильным удержать его очень тяжело это мне сыну 10 лет и его не может удержать ну правда мы его натренировали что он стал сильным таким вот запрягали его физически его гоняли поэтому стал такой у нас сильный вот шарпей обязательно надо тренировать надо выгуливать с ним вот заниматься чтоб он физически занимался поэтому желательно чтобы я же говорю что сильно вот возрастной категории людей заводить шарпея также еще надо это не дешевое удовольствие иметь шарпея потому что кормить надо его хорошо нормально вот ну хотя и купить его тоже он стоит нормальных денег из добряка он вырастает собака это вообще собака она такая знаете вот спортивная собака вот не бульдогшу постоянно поваляться и побегать попрыгать надо позаниматься и надо вот барьеры выбрать чтобы она в движении было поэтому чтобы сидеть не приходится не погулять отпускать ее и из маленькой собаки кстати шарпея они злопамятные у меня была была маленькая собака еще до года ее укусил кокер спаниель собаков потом ее вспомнила через три года стала большой и чуть не порвала поэтому пришлось от кокер спать еле хлам не остался это а потом еще и другая тоже так вот кормить то же самое надо следить за собакой хорошо ну кормежка уже тут у нас отдельная тема мы когда-то поговорим собакам становится собака становится хорошо она вот защитником становится ее в этом отношении не надо учить кстати вот он не может удержать его когда он начинает дергаться очень тяжело поэтому и я же сам иногда порой его что-то уже слюни надо вытереть баллбес стой боились да вот видите вот у них такое бывает слюни поэтому надо ну у них просто такая устроена они еще и они еще аллергики вот и поэтому надо вот следить постоянно за этим чтобы они где-то что-то аллергия проявилась надо сразу понимать на что это аллергия у них за этим надо следить ветеринары очень тупые поэтому большинство я я в шоке от этого вот почему потому что гуляя с собакой она часто вот подходят там собачники там шарпеи которые имеют не так давно тоже маленький щенок у них ну не маленький такая вот собака вроде бы очень худая вот она я говорю у вас на рану спрашивают у нас собака не растет и что делать я говорю ну глисты наверное у них проверьте на глисты собаку ветеринар посоветовал им рис поесть а рис как вы понимаете от риса дым не бывает и наоборот весом от риса не наберет совершенно поэтому собака надо постоянно следить постоянно вот и собака со временем меняется от маленькой собачки такой щенка вот это неуклюжего косолапого он становится именно такой бойцом бойцом поэтому шарпеи имеет свой характер вот это характерная собака вот поэтому не знаете мой совет просто с ними быть построже мне часто там пишут в комментариях что там насчет строгого ошейника там как же так там шарпея ну зато я не жалею собакам и другим советую эту же собаку вначале воспитывать на жестком ошейнике чтоб собака была именно послушной а не так потому что знаете вот раньше советском союзе было я сам рожденный в ссср была такая книга служебная собаковосы там было написано что собака не должна быть социально опасной вот потому что я ни одну собаку имел вот ни одну породу даже имел ну больше всего не нравится шарпеи и овчарки это совершенно разные овчарки ой разные собаки совершенно поэтому то что может овчарка допустим не сможет шарпеи никогда вот она последуя не сможет ходить ну а шарпеи этого не требуется потому-то что это не служебная собака поэтому у них тоже есть нут сам внешний вид но все-таки это бойцовая собака вы не должны забывать и в любой момент она а шарпеи пьяных не любят совершенно его не должны забывать что когда маленькая собака вы должны ее хотя бы пять раз в день кормить вот что у вас должно быть свободное время и утром вам надо вы не забываете погода поспать хочется не хочется собаку надо выводить гулять и погулять не так что она там две минуты пописала она должна на целый день вот если у вас не получается а маленькая собака вы должны на большие раза три хотя бы выводить 4 вот минимум собака привыкла к режиму не дома горите вот а именно на улице и уделять надо внимание тренировкам то же самое потому что это не маленькая собачка какая она хоть и не сильно большая среднего размера собака но все-таки это боец поверьте мне поэтому мой вам совет прежде чем заводить собаку вообще даже любую собаку вы должны подумать вот если у вас время вот если у вас желание кстати вот шарпеи свои нравные собаки они как азиаты хитрые поэтому надо еще не уравновешенным людям с нервной системой у кого слабовато я не советую и потому что очень терпение надо больше чем тоже и овчарки доберманов намного надо больше с ними посложнее добиться такого что потому что как бы увильнуть вы не забывайте что собака должна признавать хозяина вот а если вы для нее не авторитет собакам сидит просто на голову а этого допускать нельзя совершенно чтобы собака сидела у вас на голове вы должны для него быть авторитетом ухаживать за ней надо постоянно глазки протирать следить за ней поэтому к этому ко всему надо быть готовыми и надо быть еще знаете вот бывает встречаешь собак что вот выбрасывают их вот я страшную картину видел боксера выгнали на улицу у него грыжа получается да это он был нужен а потом как у заболел и все его приедали это очень ужасно поэтому зачем заводить и опять то же самое о своих планах если вы там когда-то в перспективе думаете куда-то поехать там вот а у вас собаку никому будет оставить его питомник тоже это не вариант потому что животное к вам привыкает и она с детьми очень и детям привыкает потому что если кто-то там начинает ребенка бежать вот даже хозяина вот резко там кто-то там такой собака не думая даже не наученная вообще совершенно она автоматически вот она автоматически сразу допустим кидается поэтому есть сидит и спокойно сразу становится другой говори что ты хотел сказать я еще видела по интернету в ютюбе что собаки могут спасать и могут следить и на том что могут мы не овчарка сейчас говорим у деревня есть у бабушки друг они у нее берут вечное молоко у них есть собака лабрадон это же деревня старая веровка там это собака вообще может собаки вы тоже должны понимать что собака живет не вечно вот живет не вечно собака живет на 2 12 лет может 10 прожить может конечно исключение 15 прожить но вы просто должны были готовыми что рано или поздно июне будут вот поэтому то же самое к этому надо быть готовым если вы к этому не готовы узнать вот уже потом а бывает психическое расстройство людей поэтому сильно мнительных людей тоже нельзя вот шарпеев надо тоже их вообще любую собаку надо любить и время уделять потому что собака сама по себе она шарпея на дома долго не может находиться вот они меланхолики вот да конечно им да дал мантинов далеко ну все таки все таки все таки все таки поэтому я же протирать ее складки надо вот вот кормежка хорошая должна быть и поэтому это очень не дешевое удовольствие вот относиться к ней тоже надо вот много времени уделять поверьте очень много потому что вы завели допустим для детей но придется этим вам потому что дети не смогут дети смогут там дай лапу там поиграться с ней а так основная нагрузка будет ложиться на вашей плечи вот поэтому сегодня я вот такое видео хотел посвятить кому стоит а кому не стоит заводить шарпеев так что подумайте надо всегда взвесить всегда надо взвесить а маленький щенок вообще он требует вот питание хорошего ну какать то уже отдельно а вот именно кормить надо кормить его творогом надо кормить ну щенок щенок нам алименты моего вот вязали нам щенок достался алиментный вот да маленький у нас мы могли оставить но два кобеля это очень тяжело две собаки поэтому а девочку оставлять нельзя потому что они однокровные поэтому ну братьев и сестрам нельзя спаривать потом щенки нет у него щенок был его же сынок вот а если девочка то же самое нельзя оставлять вот поэтому вот такое ну и жгарю маленькие вообще уешь очень много действует там не дай бог заболеет собака лечению это дорогое удовольствие тоже поэтому а чем родословней собака вы не должны забыть должны забывать что родословней больше собака у нее иммунитет вот слабее становится и она больше подвержена любым болезням поэтому сильно родословную собаку подумайте стоит да выставки это хорошо опять же выставки на выставки надо ходить заниматься вот тренировать да экстерьер нужен там у каждой породы свое определенное но я ж говорю это сильно не так не не так что вы раз там вот повели у меня тоже когда овчарка была там мне пришлось уехать и маму нее так перекормила хорошо а у меня через неделя выставка было и мне пришлось каждый день собакой вставать 5 утра и по 10 километров бегать чтоб не за неделю сбросить с нее пять килограммов где-то тогда потому что не потому что не все так понимаешь покормить покормить а потом мне пришлось с собакой так это утром 10 километров побегать вечером прийти с работы 10 километров побегать собакой чтобы ее свести хорошо да и велосипеда и если грязный велосипед бегать пришлось ну в итоге да в итоге да я ее сделал поэтому я жарю тут тоже так за этим тоже надо следить и перекармливать животное нельзя потому что животному тяжело вот если его перекормить опять сопли за кормежкой надо следить хорошо еще не надо забывать что шарпеи они могут пукать вот и еще они храпят особенно не очень храпят когда где-то до года когда у них морда начинает вот здесь вот нет 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 у них начинает это сама формироваться вот и носоглотка вот здесь у них нос начинает и тогда они очень сильно храпят вот поэтому к этому тоже надо быть готовы они могут пукать еще вот если кто-то не сильно любит это ну поэтому лучше не брать ну да ну с другой стороны это прикольно потому что ну да когда он может пукнуть потом до него этот запах доходит начинают уходить в сторону и по это не я это кто-то из вас такой да вот с шарпеями конечно не скучно я говорю сразу пишите в комментариях какие вы знаете породы вот всем пока вы были на канале доневания подписывайтесь на наш канал да и любите шарпеев если вы заведете вы не пожалеете но к этому она будет вам пока